Так, ну что же, нас посадили... О, Пифей. Ты царь Ясон? Да. Я Пифей. Слышал, мы вместе сражаемся в первом бою. Вместе? Я думал, это турнир. Да, я тоже бьюсь во искупление. Расскажи мне о себе. Моя история проста. Я должник, и нам с моей женой, Зосимой, нечем отдавать долг. Закон требует, чтобы я взамен сражался на арене. Один бой, и мой долг прощен. Я смогу вздохнуть спокойно. Мы бьемся вместе? Напарники, да. Мне так сказали. Ты раньше сражался на арене? Нет. Мои преступления не столь серьезны, как твои. Но я тебя не сужу. Одна победа, и мой долг будет прощен. Но ты осужден за смерть царской дочери Алкемы. Потому тебе надо выдержать три боя. Мне нужно поговорить с Минойским кузнецом. Я видел его. Он меня пугает. С его маской и прочим. Он расскажет тебе о турнире. Мне пора готовиться к бою. Ну давай, вставай быстрее. Я лишь хочу выбраться отсюда. Мне нужно поговорить с Минойским кузнецом. Я видел его. Он... Ага. Все понятно. Я убью царя! Оставь меня, если не хочешь умилеть под ареной, а не на ней. Придержи язык, воин. Ха! Ты знаешь, кто я? Фанкал Руколюб? Мне это ни о чем не говорит. Не слышал о таком. Ты новенький? Я Фанкал, лучший в округе. Ты, явно. Я думал, сильнейший в Микенах это Ахилл. Ахилл? Я отрежу его нежную, как у женщины, руку. Я Фанкал! Дебил, блядь. Руколюб. Уже слышал. Ты мне не нравишься. Рукоблуд ты. Я попрошу Патрокла поставить нас в пару. Ты заслужил награду. Замолчи, а то я тебя отшлепаю. Ну погоди, Евнух. Я получу твою руку. Евнуха меня обозвал. Сам ты пидор, нахуй. Да он боится. Чувствую запах страха. Да он боится. Чувствую запах страха. Рам Аполлона. АПЛОДИСМЕНТОРОНОЕ Приветствую, Ясон из Иолка. Я лекарь Асклепий. Лечу здесь раненых. Работай, я тебя загружу. А меня вряд ли увидишь. Смело. Но сюда попадает даже Ахилл. Как и всем скажу, надеюсь, мы больше не встретимся. Я думаю, что еще встретимся. Продолжение следует. Отлично. Он сослужит тебе хорошую службу. Патрокол хотел надеть на тебя какие-то лохмотья. Только пусть он катится в тартар. Спасибо. Я даже не знаю, кто ты. Дедал Скрита. Изобретатель. Кузнец. Гений в одном лице. Кажется, ты талантливый человек. Кажется. Так и есть. Патрокол это знает. Ублюдок. Эта арена не без причин считается лучшей в Греции. И Ахилл тут ни при чем. Ловушки, люки, звери со всего мира. Как ты думаешь, кто за этим следит? Где оружие? Спрятано. При испытании используешь то, что даст тебе Патрокол. Как будешь готов, я дам тебе все, что нужно. Кто такой этот Патрокол? Хозяин арены. Умеет распознать талант, но не умеет его ценить. С ним работают лучшие воины, включая Ахилла. Чудесный доспех. Как ты его сделал? Обезьяна не станет звездочетом, а ты не поймешь, как я работаю. Чего мне ожидать от испытаний? Обосрал. Три боя. Все три бесчестные. Несколько противников. Толпа против тебя. И пара сюрпризов от Патрокла. Перед каждым боем заходи ко мне. Я скажу Патроклу, что ты готов. Я готов начинать, Дедал. Первый бой объявили. Похоже, ты дерешься в паре с должником по имени Пифий. Поговори с Пифием. В камере внизу. Ему нужен совет. Разработайте план. Затем возвращайтесь сюда и начнем бой. Пифей. 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 Да, это точно. Не топчись под ногами, и я нас вытащу. Я не трус, но сделаю, как ты просишь. Уже пора. Мне нужно немного времени на подготовку. Нет у нас времени. Нам нужно сражаться. Сейчас только надо сохраниться. Кидайл, давай. Патрукл пойдет на все, чтобы сделать бой посложнее. Например, даст тебе в партнеры торговца. Вот бы подложить свинью ублюдку. Да, Пифий согласится. С кем мы деремся? С наемниками, ионийцами. Толпа их любит. Их будет много, Ясон. Патрукл не любит честные бои. Ионийцам явно не терпится убить тебя. Что за крылья у тебя на стене? Не обращай внимания. У тебя есть заботы поважнее. Я буду драться безоружным? Получишь булаву. Просто, грубо, неудобно. Ей сложно одолеть противников. Патрукл придумал. Все готово? Только тебя ждем. Все готово, Ясон. Начнем? Да, я тоже готов. Давай. Скажи лекарю, я загружу его работой. Я накидаю сейчас. Обученные наемники. Не может быть! Я хотел стать певцом, не торговцем. Мы собирались ехать в Массилию. Царь Ясон, скажи моей жене не одевать трауры. Крепись. Прочь дурные мысли. Думай о боях. Ты прав. Орес, даруй нам победу. Помни, что ты должен делать. Не лезь под руку. Я все сделаю. Понял, сучка. Просто убегай. Внимание, жители Микен! Начинается следующий бой. Из-за низкой земли к нам прибыли сильнейшие наемники, чья цель — убивать за деньги. Против них я вызываю Пифея, торговца без монеты за душой. Но он не сражается один. Ему в пару встанет тот, кто также имеет долг. На самом деле, у него долг перед каждым из вас. Царь Ясон! И да восторжествует правосудие! Сейчас я вам покажу, что правосудие... Вы, Ореса, начните! Так, я слышу. Девушки, смейте. На нахуй! Э, куда ты пошёл? Гварь! 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 У меня нахуй! Как они улетают! Кошки у них как-то трещают! Эй, слышь! Бой окончен! Иные пали, другие нет! Жители города, верьте в богов и в их волю! Твоя жажда справедливости будет удовлетворена позже! Скоро царь и Олка вновь выйдут на бой! Долги торговца пифея оплачены! Недоволен, да? О, ебан! Боги! Мы живы! Ясон, ты спас мою жизнь! Так... Иди и обрадуй жену! Не плашай! Ошибок больше не совершай! Мудрый совет, Ясон, я его не забуду! Когда победишь в турнире, приходи на рынок и найди там меня! Я сложу о тебе песню и спою Зосиме! Не могу поверить, но я спасен! Ясюн! Давай уже, пиздуй! Я рад, что Пифей выжил! Потрокал вне себя! Отличный бой, Ясон! Надежда еще есть! Ну так как, дедал? Скажи, что это за крылья? Ерунда! Это просто напоминание! О чем? Не всегда стоит делать то, что сделать можно! Но хватит об этом! Тебя ждет бой! Расскажи о следующем бою! Этот бой Потрокал называет Македонской схваткой! Каждый сам за себя! Тебя ждут преступники, опозоренные воины и начинающие гладиаторы! Все бьют друг друга, пока не останется один воин! Здорово, да? А оружие? Получишь меч! Когда придет время, конечно! И еще! Есть тут у нас один ублюдок! Гладиатор по имени Фанкал! Он сейчас в камерах! Ты ему, видно, понравился! Лично просился в бой у Потрокла! Он хорош! Неплох! Для безумца! Его зовут Руколюбом! Коллекционирует трофеи своих жертв! Я понял! Я так думаю, он весь бой за тобой будет следить и ждать возможностей! Вот и все! Сказать им, что ты готов? Вроде бы все ясно! Что ж, можно начинать! Я скажу Потроклу! Внимание, жители Микен! Начинается следующий бой! Как вы знаете, арена – место суда для преступников! Как те, что стоят перед нами! Вы все знаете порочного гладиатора Фанкала! А вот Пьесан из Иолка! Чей презренный отказ защищать дочь нашего царя бросает тень на его честь! Последний оставшийся будет биться позже! Да сразятся они меж собой и до рассудит их Орес! Болей Ореса начните! Очните! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, у меня мало жизней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, все? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот бой окончен! Выживший еще не испил до дна чаши искупления. Для Исона есть еще один бой! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расскажите друзьям и врагам, бой за будущее, битва победителей! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ясон, выслушай. Видишь наконечник копья? При его создании, контролируя добавление примесей, я использовал флюс. Че? Плохое оружие. Кому я объясняю. Да. Видишь, как блестит. А еще может убить Химеру. Такого копья во всем мире не найдешь. Я его создал для Ахилла. Ахилл. Я с ним буду драться? Да. Патрукл сказал, что у вас обоих должны быть копья. Ахилл непобедим, Ясон. В принципе, не победим. Послухай, его смерть не в Микенах. Никогда таких крыльев не видел. А ты упрям, да? Знаешь что? Победишь Ахилла, расскажу тебе о крыльях. Идет. Ты готов, Ясон? Чуть позже. Дай знать, как будешь готов. Близится конец испытаний, долг мой. С ним и твоя судьба. Готов? Ты видел его в бою. Как лучше действовать? Ахилл всегда отвлекает противника и развлекает толпу. Не поддавайся. Его единственная слабость – тщеславие. Воспользуйся этим на публике. Тщеславия готова. Жуткие очереди. Все хотят на бой. Это величайший бой за много лет. Скажи, как будешь готов. Посмотрим, так ли хорош этот Ахилл, как все говорят. Я скажу по-трогу. Дохранят тебя боги, Ясон. Перед нами царь Ясон. Как далеко он прошел. Он почти смыл позор и бесчестье кровью в боях на арене. Но запах преступления все еще витает в воздухе. Это гниль, который очистит только пламя ярости. Жители Микен, есть ли у нас огонь, способный на это? Есть! Сейчас! Под взглядом Ареса я вызываю лучшего воина Микен. Непревзойденный Ахилл! Ахилл! Ох, чу, лиз! Ох, чу, лиз! Ох, чу, лиз! Ха-а! Молей, Ареса! Перед! Можно нарях? Я облегчу тебе задачу Вот я Какая скупа Порезлилися, хватит Я покажу, как дерутся герои Вы слишком балклив и самолюбив, Ахил Скажи спасибо Я отправлю тебя прямо к жене Я облегчу тебе задачу Вот я Я облегчу тебе задачу Вот я Вольно, наверное Я облегчу тебе задачу Вот я Я облегчу тебе задачу Вот я Ты сука Я облегчу тебе задачу Так, нахуй Вот я Больно, наверное Че ты нахуй Я облегчу тебе задачу Вот я Вот я Вот я Вот ты Пидор убанский Я облегчу тебе задачу Вот я Вот я Вот я Больно, наверное Блять Уёбок ты, ебаный, нахуй Ну бегай Ну бегай ты от за мной, пидорас Ебучий Ну, бля Я облегчу тебе задачу Вот я Заебал ты, нахуй И ты, нахуй Я облегчу тебе задачу Вот я Тебя мало Вольно, наверное Да, ты, бля Я облегчу тебе задачу Вот я Вот это лучше Лосось Да, бля Я облегчу тебе задачу Вот я Больно, наверное Ты, бля Я облегчу тебе задачу Или, нахуй, наверное Я облегчу тебе задачу Вот я Тааак Я облегчу тебе задачу Вот я Я облегчу тебе задачу Вот я Бля Бля Вставай Я облегчу тебе задачу Вот я Я облегчу тебе задачу Вот я Пиздец Битва Ебучая какая-то битва Я облегчу тебе задачу Вот я Я облегчу тебе задачу Вот Бля Бля Я облегчу тебе задачу Вот я Сука Ты тупая, нахуй Я облегчу тебе задачу Я облегчу тебе задачу Вот я Я облегчу тебе задачу Вот я Я облегчу тебе задачу Вот я Я облегчу тебе задачу Я облегчу тебе задачу Вот я Я облегчу тебе задачу Вот я Я облегчу тебе задачу Вот я Вот я Я облегчу тебе задачу Вот я Вот я Вот я Вот я Я облегчу тебе задачу Я облегчу тебе задачу Вот я Я облегчу тебе задачу Вот я Вот я Нахуй Нахуй Пошел Урод Ты Ебаный Я облегчу тебе задачу Я облегчу тебе задачу Вот я Ага Не хочешь перевести дух, Ясо? Я облегчу тебе задачу Я облегчу тебе задачу Я облегчу тебе задачу Вот я Я облегчу тебе задачу Я облегчу тебе задачу Я облегчу тебе задачу, вот я Так, валим Я облегчу тебе задачу, вот я Сука Да, на легенде не так уж и просто его отъебаш Больно, наверное Я облегчу тебе задачу, вот я Я облегчу тебе задачу, сука, ты ебаная Сколько мне так тебя долбить-то, а? Я облегчу тебе задачу, вот я На хуй пошел Я облегчу тебе задачу, вот я Я облегчу тебе задачу, вот я Я облегчу тебе задачу, вот я Сука Я облегчу тебе задачу, вот я Блять, вот ты уебски, уебаная Бонаху Я облегчу тебе задачу Вот я Ты ассасин нахуй, заебал ты Питер-типан Все? Наконец-то Поцелуй мои ноги и я сохраню тебе жизнь Давай я тебе их отрежу И ты сам их поцелуешь Алкема смотрела, как я держусь Она вожделила меня, как никто Я тебя заткну Навсегда Я умру не здесь, ты не победишь Смерть и проигрыш, разные вещи Я не обогрю свои руки кровью этих львов Я объявляю ничью Если бой продолжится, то не сегодня Яссон, царь и Олка не виновен Никто не усомнится в его честности Ничья Царь решил Прекомец спас Яссон от неминуемой смерти Еще немного И ваш герой охил Народ Покажи, как ты любишь Ахилла Не любят они его Сын Микен Не побежден Все еще Не побежден Че за тупая сцена К чему это все, блядь Я его еле забил Потрясающе Сколько лет такого боя не видел Вам обоим неплохо досталось Это был ужасный бой Яссон Ну и зрелищ Ужасный Отстойный Я думаю, ты сможешь подрабатывать на арене Я надеюсь на другое будущее Ну что, он правда так хорош? Пару минут, и я сам окончил бы этот бой Если вы не против, я займусь пациентом Тебе нужен твой пациент Но Ликомеду он тоже нужен Он хочет встретиться с Язоном в саду его дворца Почти закончил Одну минуту Спасибо, Асклепий Че мы там? Ну, мне пора к Ликомеду Яйца, что ли, клеешь? Хорошо Скотч Только не перенапрягайся А то швы разойдутся Точно, яйца Так Вот А-да-да-да-дам А-да-да-дам Так, и ебучее копьё. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Быстрее, они новеньких набрали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Клянусь, Гефестом отличный бой. Патрокол чуть не лопнул от злости. Рад, что тебе понравилось, Дедал. А я рад, что ты жив. Испытание закончено. Да, ты можешь идти. Сначала я хотел бы выслушать историю о крыльях. Хорошо. Но это грустная история. Это один из двух наборов крыльев, что я создал ещё на Крите. Много лет я служил там царю Минусу. Множество чудес создал. Завидуя моим работам, он заточил в башню меня и моего сына Икара. Я сделал крылья. Для себя и для Икара, чтобы мы могли сбежать вместе. Крылья получились отличные. Но только одна пара уцелела. Вот эта. Вторая лежит на дне моря. Вместе с моим сыном. Прости, Дедал. Не хотел вызвать грустные воспоминания. Не извиняйся. Я рад, что наконец смог кому-то об этом рассказать. Но не время грустить. Ты вновь свободен, Ясон. Я должен сделать то, зачем прибыл. Мне нужен ли комет? Конечно. Выход вон там, где стража. Иди прямо до конца. Распехи гладиатора. Ну, конечно, гладиатора нечего. А нам лучше вот эти. И копье, как бы, вот это получше будет. Зря я сомневался в тебе, Ясон. Это все лишь моя вина. Ты живешь прошлым. А нужно смотреть в будущее. Есть способ вернуть Алкему. Вместе мы сможем. Алкема мертва. Это я виноват. Перед всеми. Я не сказал тебе о пророчестве. Все в прошлом. Главное, что мы будем делать дальше. Теперь династии Ореса конец. Нет. Вместе мы можем найти Руно. Нет. Алкема мертва. Я должен думать о Микемах. Это царство заслуживает достойного правителя. Я решил отречься от трона. Ты не бил, блядь, ебучий олень. Ликомед, не делай этого. Скоро я покину этот мир и предстану перед самим возникси. А до этого я должен найти достойного преемника. Ты побеждал армии в десять раз больше твоей. Но когда ты нужен Оресу и Алкеме, ты сдаешься? Я все решил. Патрокул уже знает. Кулак Ореса перейдет к самому достойному воину. Я думал об Ахилле. Но после вашего боя я не уверен. Уже ни в чем не уверен. Проведем турнир. Последний турнир Ликомеда. Победитель будет править Микенами. Приди в себя, Ликомед. Нельзя отдавать корону бойцу с арены. В Микенах вновь будет царь-воин. Я до конца жизни смогу оплакивать свою дочь. Вернись в Иолк, Ясон. Найди невесту, заведи семью. Служи народу. Может, станешь лучшим царем, чем я. Ликомед! Оставь меня. Умеешь, он не слышит их. Больной какой-то придурок. Больной какой-то придурок. Царь Ясон, я сенатор Анаксагор. Надо поговорить о Ликомеде. Царь сам не свой. Твой царь запутался и не может найти выход. Он хочет отречься и на турнире объявить имя приемника. В Сенате уже говорят о свержении царя, а другие возражают против турнира. Что делать? Царь принял решение. Мы заставим его передумать. Это не самое худшее. Ликомед открыл турнир для чужеземцев. Народ примет победителя из Мекен. Если чужак завоюет кулак Ореса, будет война. Вряд. Ахилл обязательно. Ахилл не записался. Что? Почему? Не знаю. В городе что-то не так. Ты сказал Ликомеду, что видел здесь Черноязыкова? Да, на рынке. Я уверен. Я слышал слухи, сплетни. Если мы докажем, что здесь Черноязыки, Ликомед придет в себя. Что с поддержкой в Сенате? Сенат стремится лишь расширить свою власть. Поэтому мне нужна твоя помощь. Начни с Экеки. Он начальник Мекенской стражи. Разыщи его в башне Ореса на востоке. Можешь сказать ему, что это я прислал тебя? Если в Мекенах Черноязыки, мы найдем их. Так. Прости. Царь Ликомед вернулся во дворец. Он не желает никого видеть. Даже тебя. Ну ладно. Уроды, блядь. Навести начальника стражи Экеки. Слыхал о безумном царе Девкалионе? Он приказал, чтобы все его статуи делались из льда. Ни один царь не пережил свои труды. Мне пора. Надо разглашать верь. Мир, в котором смерть, это спор. Так, это куда? Внутри камеры. Мастерская и комната героя. Да. Ну я понял, это к этому. О, Ясон, рад тебя видеть. Почему никто не записался? Никто не хочет быть царем? Кто-то из страха. Говорят, Дакон один из лучших воинов Ионии. Другие ждут хода Ахилла. И еще. Кое-кто из гладиаторов хотел участвовать. Но, поговорив с Патроклом, отказались. Почему Ахилл не бьется? Кто знает, что задумал этот павлин. Он бесстрашен. Но может он боится стать царем? Его можно уговорить? Патрокол может его уговорить. Но, кажется, не хочет. Может, тебя послушает. А может, Патроколу есть главный урок? Поговорим позже. Я буду держать ухо востро. Могут войти лишь те, кого пригласил сам Ахилл. Стой! Вход только для воинов и приглашенных ими. Так, ладно. Далее царские земли! Да, давай, давай. Быстрее! Каждый раз слушать это не приглашает. Что-то у нас. Нифига. Чуя. Костя тоже нет. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...